Ранее совершенное преступление, кражу денег и документов у посетителей сетевого магазина раскрыли волжские оперативники уголовного розыска. 51-летний покупатель раскладывал пакетом приобретенный товар и не заметил, как неизвестный похитил оставленные им на столе портмоне с документами и 10 тысячами рублей. Злоумышленник скрылся, а потерпевший, обнаружив пропажу, сообщил в полицию. В результате проведенных мероприятий сыщики установили личность подозреваемого в краже и задержали его. 33-летний безработный волгоградец сознался в содеянном. Похищенные деньги он потратил. Возбуждено уголовное дело. За кражу задержанному угрозит до 5 лет лишения свободы. За прошедшие сутки нарядами ДПС задержаны 23 нетрезвых водителя. В Дзержинском районе сотрудники госавтоинспекции для проверки документов остановили отечественный ВАЗ. За его рулем находился 19-летний водитель. Молодой человек имел явные признаки алкогольного опьянения. Он прошел освидетельствование, которое и подтвердило данный факт. Другие два аналогичных правонарушения были зафиксированы в Красноармейском и Дзержинском районах. Водители Лады, Приоры и Инамарки явно были пьяны. Они отказались от прохождения освидетельствования. В отношении всех нарушителей составлены протоколы. Они выплатят штраф и будут лишены прав. Более 2 миллионов рублей лишились за сутки жители области. Так 36-летняя жительница Светлоярского района, неизвестный, предложил заработок при обмене валют в интернете. Женщина поверила ему и через специальную программу частями перевела на электронный кошелек свои более 1 миллиона рублей. Однако заработать на этом вкладе не получилось. Виртуальный мошенник исчез вместе с ее сбережениями. Уважаемые граждане, будьте предельно внимательны при проведении сделок с деньгами. Не доверяйте незнакомцам, которые обещают большой доход, но при этом просят сначала перевести на их счет ваши деньги. Субтитры создавал DimaTorzok